Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире Творческая Мастерская с вами Полина Бахова. Сегодня я покажу, как с помощью трех выкроек сделать очень нужный головной убор Панаму. Итак, этим летом очень жарко и нужно обязательно беречь голову от прямых солнечных лучей. И самый модный головной убор этого сезона – Панамы. Для этого нам потребуется сделать круг, шаблон. Диаметр данного круга у меня 17 см, но вообще это зависит от размера головы. Но в среднем, чтобы сделать средний головной убор, можно взять круг диаметром 17 см. Средняя часть – это поля нашей Панамы. Ткань необходимо складывать вдвое. Можно взять ткань одного цвета. Я решила сделать ее более такой летней и нарядной, и женской. И возьму ткань другого цвета, с цветами. Итак, кладем ткань лицом к лицу. И выкройки мы всегда делаем на изнаночной стороне. Лучше всего шить из хлопковых тканей, потому что они дышащие и для головы более приятные. Итак, делаем сначала первую выкройку. Это наш круг. Сразу можно же его вырезать и подготовить. Таким образом мы сразу вырезаем две детали, потому что Панама будет двойная. Откладываем. Дальше мы вырезаем среднюю часть. Она небольшого размера по сравнению с полями. И нам нужно будет вырезать ее вдвое. Всегда краим по долевой нити, чтобы не было растяжения ткани. Складываем ткань вдвое. Сразу опять же делаем две детали. И прикладываем нашу выкройку. Таким образом у нас получится сразу же круг, где мы будем делать всего один шов, соединяя края. Так. Чтобы ткань не смещалась, можно ее сколоть булавками. Либо следить. Так. Это у нас получилась средняя часть. И теперь мы вырезаем поля. Эта часть самая длинная, поэтому нужно расположить правильно ткань. Здесь уже из этого кусочка нам не хватит. Надо взять материал побольше. И отмеряем по форме нашего шаблона. Делая выкройку полей. Поля могут быть опять же любой нужной вам ширины. Их можно сделать широкими. И тогда будет шляпа. Сейчас очень любят носить даже очень большими полями головные уборы. Итак, наши выкройки готовы. Лишний материал можно убрать. Он нам больше не понадобится. Подбираем в тон наши ткани нити. В данном случае фиолетовые. И работаем с нашими выкройками. Соединяем поочередно. Сначала верхний слой панамы, затем нижний. Итак, верхний слой панамы у нас однотонный фиолетовый. Первая деталь. Так, теперь нужно соединить края. Края средней части. И здесь же можно прострочить края полей. Отступаем на ширину лапки от края. Делаем закрепочку. И закрепляем боковые срезы. У средней части и у полей. Лишние ниточки не забываем срезать. Складываем лицо к лицу. Если ткань имеет лицевую и изнаночную сторону. И прокладываем строчки. Соединили поля. И точно так же соединяем детали нашей подкладочной части нижней. Она будет цветная. Один срез. И второй срез. И теперь поочередно эти три детали соединяем между собой. Берем наш круг. Центральную часть. Затем средний полукруг. Мы должны более узкой стороной вточать и распределить равномерно по нашему кругу. Для этого обязательно используем либо иголочки, либо наметку. Соединяем сначала противоположные стороны. И потом можно соединить две другие стороны. Таким образом по четырем сторонам у нас будет закреплено, чтобы ткань легла ровно по кругу. И теперь прокладываем строчку. Можно, конечно, лучше наметать. Это более надежный вариант. Правильно распределить ткань. Получилась вот такая шапочка. Делаем такую же шапочку из ткани другого цвета. После того, как мы сострочим основные части, можно делать на панаме декоративные строчки. Отстрачивая еще по лицевой стороне, сейчас нам главное собрать основу панамы. Делаем закрепку. И у нас получилась вторая часть шапочки. Далее у нас получается небольшая панамка, прям детская. Детям как раз они больше всего и нужны. Теперь мы должны соединить поля между собой. Наши шапочки пока откладываем. Поля мы опять же соединяем лицо к лицу. Швы у нас будут внутри. Соединяем между собой основание швов и закрепляем. Точно так же с другой стороны можно наметать. И сострачиваем поля по самому широкому краю. Соединяем их между собой. Поворачиваем на лицо. И этот шов тоже можно либо отстрочить на швейной машинке, либо разутюжить, хорошенечко отпарив утюгом, чтобы он стал ровненький. Так, мы пока оставляем в таком виде. Соединяем две наши детали. Вкладываем одну в другую. Они должны совпасть. Они у нас одинакового размера. Теперь нам остается соединить две части панамы между собой. Для этого мы сначала соединяем лицевую часть панамы, то есть в данном случае фиолетовую. Потому что потом мы будем закрывать ее изнутри. Так, закрепляем в нескольких местах булавками. Так, затем ищем середину обоих деталей. Еще раз закрепляем. Нам осталось буквально проложить две строчки. Никаких краев и срезов обрабатывать панамы не надо, потому что они все будут внутри. Итак, теперь нам нужно соединить последнюю часть внутренней стороны панамы. Дострочить машинкой до того места. Можно также соединять булавочками. Покуда это возможно. И потом оставить небольшое отверстие, через которое мы вывернем нашу панамочку на лицевую сторону. И закроем отверстие маленькой незаметной строчкой. Делаем закрепочку. И через наше небольшое отверстие выворачиваем все изделие на лицевую сторону. Двухслойная получилась шляпа. Закрываем отверстие, через которое мы выворачивали все на лицо. У нас получилась вот такая двухслойная панама с веселым летним принтом. Детского размера. Можно чуть-чуть увеличить выпройку, и она подойдет взрослым. Шейте вместе с нами. Не забывайте, что солнце может быть опасным. Увидимся в следующих передачах на ОТВ.